Здравствуйте, я Валерий Витинков. Прекрасно, что вы, как и я, интересуетесь инвестициями в недвижимости. В течение пяти минут в этом видео, который снял мой ассистент, я вам расскажу, на что нужно обратить внимание при покупке нежилого помещения. Пишите свои вопросы в комментариях, я вам обязательно на них отвечу. Мы инвестируем в нежилые помещения, делаем там бизнес и перепродаем. Эти знания позволяют нам не допускать ошибок в нашей работе. На примере этого видео я покажу, на что нужно обращать внимание. Так, здесь 36 метров, санузел. А, это еще и свой санузел, да? Да, санузел, с туалетом, да? Или просто умывали? Ну, он предусмотрен, да? Конечно. Каналюга есть, и вода есть. Хорошо, что он дает. Да. Пожар. Пожар. Прошу прощения, вот эта дверь куда у нас выходит? Это на пристройку. Это на пристройку. Пристройка непонятно, да? Да, еще не надо. А в пристройку это единственный проход? Нет, с улицы еще есть. С улицы еще есть. А вообще там по договору, как должны мы пропускать? Допустим, не должны мы пропускать? Потому что, да, это важно. Потому что, если у них там с улицы вход ходит, то в принципе они могут с улицы считать. А кто ж его знает, скажет, что у нас, допустим, по договору вход через общее помещение. Окна также закрыты прилегающим строением. Вот это дверь в щитовую, правильно? Что? Дверь в щитовую. Да, можно открыть. А, она открывается? Не, она закрыта. Открыта. Ключик, ключик. А, так же ключик. Так, ну ладно, в щитовую мы сходить не будем. Ну, это щитовая. Ну, щитовая по-любому, наверное, будет. Ну, то, что доступ был. Ну, если он посмотрит, то там есть, что дверь. А, то есть там еще, возможно, есть проход, да, в щитовую? Хорошо. Но, с другой стороны, в договоре, по идее, должно фигурировать. Обязаны мы пропускать или мы не обязаны пропускать. Это в любом случае. Так, вот здесь комната. Ну, вот здесь тоже вторая комната, а-ля кабинет. Окна на дорогу. Да, шумно. Здесь был кондиционер. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. И, то есть, суммарно, они вот на этом этаже все 137. Нет, здесь 90, здесь чернофорный. Кто у нас в зал? Нет, нет, нет. а вот и что у нас вот такая школа это к этому это к этому помещение относится а вот это общее какая получается 90 а вот там где-то на 25 до в районе в этом видео вы увидели много аспектов на которые надо обратить внимание к вышесказанному хочу добавить два пункта транспортная доступность и нахождение поблизости точек общественного питания это важно в следующем видео я расскажу вам как правильно подобрать помещение для магазина подписывайтесь ставьте лайки спасибо что уделили нам внимание